Доброе утро! Центр духовного развития «Радуга-2005» приветствует вас на программе Олега Геннадьевича Тарцунова «Закон кармы». Сегодня нам с вами предстоит прослушать вторую лекцию. Напоминаю присутствующему тем, кто первый раз, что продолжительность лекции будет 3 часа без перерыва. По окончанию лекции владельцы абонементов, пожалуйста, задержитесь, потому что будет разыграно лотерея, и у вас на абонементах написан номер. Пять человек будут вытащены в лотерею, и вы сможете получить консультацию у Олега Геннадьевича. Также большая просьба, если у вас в ходе семинара по сегодняшней теме возникли вопросы, пишите, пожалуйста, записки и кладите их на столик с книгами и дисками. И в течение программы просто ваши записки будут переданы. Давайте мы приветствуем нашего лектора Тарцунова Олега Геннадьевича. Спасибо. Доброе утро. Вот это у меня карма, микрофон у меня всегда вот так. И, кстати, карма напала на компьютер на мой и сломала его. А Бог послал человека, который сейчас ремонтирует, и он дал мне свой компьютер. Так, карма и Бог взаимодействуют. Что-то я, кстати, не вижу этой папки, которую мы сбросили здесь. А вот он все увидел. Так. 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 Спасибо. Итак, мы с вами продолжаем изучать тему закон кармы. Я рад вас всех видеть сегодня утром. Вам не сложно было встать, приехать рано, выходной день? Это важно говорить об этом, потому что это тоже касается этой темы, что есть карма, есть свобода выбора. Что не всегда человек может преодолеть карму и проявить свою свободу выбора. То есть деятельность разума в этом заключается, что мы едем на лекцию, а не спим, едим мороженое, общаемся с любимым человеком, с ребенком, со своим, потому что выходной день же, и хочется посвятить его близким людям, поездки в Юрмалу и так далее, а солнечный же день, да? Вы как бы приходите в этот зал. И в этом заключается деятельность разума. То есть разум выбирает знания. Он выбирает знания для того, чтобы победить судьбу. И об этом мы сегодня будем с вами беседовать, очень серьезно изучать. Мы сначала напомним все, о чем мы говорили вчера. Кто из вас не был на вчерашней лекции? Не были на вчерашней лекции? Ползала. Я в шоке. Ладно. Заново начнем тогда с нами. Вкратце. Веды объясняют, что есть тонкое тело у человека, психическое тело. Оно имеет каналы, психические каналы внутри себя различные. Оно имеет тонкие чувства. То есть есть уши, допустим, глаза. Это органы чувств. А есть чувства сами. Чувства – это тонкая энергия. Чувства не умирают. То есть когда грубое тело умирает, уши умирают, глаза умирают. Тонкое тело или психическое тело вместе с тонкими глазами, тонкими ушами, имеется в виду чувствами, выходит наружу из грубого тела. И все видит и слышит. Уже без грубого тела. Оказывается, это возможно и внутри грубого тела сделать. Только надо по определенным образом настроить механизм. И, допустим, в ангелу удалось этот настроить механизм, поэтому у ней не было физического зрения через глаза. Но она видела все людей тонким зрением своим. Понимаете? То есть это доказывает на то, что тонкое тело существует. Тонкое тело состоит из тонкого тела ума, который является основой всего тонкого тела. Тонкого тела разума, который через определенные пункты психические контролирует деятельность всего тонкого тела. Как контролирует? В тонком теле ума, вот в области груди, находится такая зона, которая называется мохабхага. Или глубинная память наших прошлых жизней, наших желаний и поступков прошлых жизней. Вот все, о чем я вам говорю сейчас, я это четко различаю. То есть это не теория, которая просто как бы берется из священных писаний, из вед. Я на основе вед даю свою лекцию. Я это все вижу. И даже могу определять у вас, в каком состоянии вот эта вот зона мохабхага или глубинная память, или зона, из которой исходит карма, в каком состоянии у вас она находится сейчас. Допустим, вот на третьем ряду молодой человек такой, вы, да. Да, 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 вот девушка в черном, да, и вы, вот вы, да. Вот. У вас сейчас вот эта зона в возбужденном состоянии. То есть карма, порция кармы вышла оттуда сейчас. И вы чувствуете, что вам немножко тяжеловато или нет? Ну, такое настроение тяжеленькое. Не чувствуете? А? Не знаете, да, в этом? Не анализировали, а я вот анализирую это. И вот вам докладываю об этом. А, вы жена, да, рядом вот? Вы жена? Нет? Вот девушка рядом сидит. Нет? Я, ну ладно. Хорошо, и так далее. То есть, ну, как бы кто-то не готов со мной общаться, может, стесняется, кто-то готов. Ну, это я могу, как бы, вам это говорить. То есть, у меня нет проблем с тем, чтобы это почувствовать, понять. И ведическое знание, оно очень, как бы, глубоко и конкретно по своей природе. Я врач, мне нравится конкретное знание. Я много разных писаний изучал, то есть пытался разные виды восточной медицины изучать, но мне понравилось ведическое знание, потому что оно очень конкретно говорит о том, о чем оно говорит, и оно очень практично. Потому что на основе вот этого ведического знания у меня сейчас работает мой метод лечения, который лечит только тонкое тело. А грубое тело лечится само, немедленно, как только мы начинаем воздействовать на тонкое тело, потому что тонкое тело полностью контролирует деятельность грубого тела. Полностью контролирует. Ни один шаг в деятельности грубого тела без контроля тонкого тела не осуществляется. Значит, смотрите, тонкое тело ума имеет пять чувств. Чувство слуха. Не уши, а чувство слуха, которое связывает ум с разумом и усиливает разум. То есть чувство слуха принадлежит уму, но действует оно на разум. И если нам надо усилить разум, тогда мы слушаем разумных людей, и эта сила разума разумных людей переходит в наши уши, и мы тоже становимся разумнее. Так описывают веды. Не через глаза, не через другие какие-то чувства, а через чувство слуха усиливается сила, которая может победить вот эту штуку, которая влияет на нашу жизнь. То есть вот эту вот мохабхагу или карму, глубинную память, которая вот здесь сидит и мутит воду нашей судьбы. В буквальном смысле слова мы об этом тоже еще поговорим. Итак, смотрите, следующее чувство, чувство осязания, которое, ну тактильная чувствительность, чувство осязания, которое или очищает разум, или загрязняет его. Поэтому человеку очень важно носить чистую одежду, омовение с утра делать, и тактильное чувство связано с сексом. То есть тактильно через чувство осязания секс проходит. В результате того, что человек занимается сексом, допустим, не со своей женой, его нижние центры психические, а есть семь чакр, семь психических центров, в самых нижних психических центрах более тяжелая карма содержит, в самых верхних более легкая. Мы сексом через лоб не занимаемся, занимаемся через нижние органы, и там находится тяжелая карма. Она, когда два человека обмениваются тяжелой кармой, то они таким образом как бы создают связь друг с другом. Это описано в ведах как веревка, то есть между двумя сердцами, в буквальном смысле слова, сила такая, как веревка создается. И в результате у человека, допустим, плохое событие происходит, тебе тоже хуже становится. Он становится твоим родственником. То есть ты сексом позанимался, это означает, установил родственные отношения. Вот мы говорим, родственные отношения означают, устанавливаются в ЗАГСе и в церкви. А веды объясняют, что есть семь методов установления родственных отношений. Один из методов, например, дочку отдают родители замуж, они отдают человеку, и он становится ее родственником благодаря вот этому поступку родителей, если она согласна. И один из способов устанавливать родственные отношения – позаниматься сексом. Это тоже как бы, ну согласно закону кармы, это является ну как бы способом заключить брак, близкие отношения с человеком. К сожалению, у нас нет знания об этом, мы как бы не понимаем, что это так работает, поэтому мы занимаемся сексом, думая, что это просто развлечение. А это не развлечение, это подпись документа судьбы своего определенного. Подписал документ, и потом ты будешь чувствовать себя хуже, когда этому человеку хуже, и чувствовать себя лучше, когда ему лучше. И когда у тебя таких документов подписано слишком много, тогда тебе тяжелее жить. Поэтому ведические писания учат, что не надо как бы заниматься сексом со всеми подряд, с кем приятно рядом находиться. Ну то есть, как в этом фильме ясно было сказано, что слушай, ты туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, больно будет. Ну то есть, вот так конкретно там все объяснено, вот таким, в таком ключе. Итак, мы с вами изучаем закон кармы. Следующее чувство – это чувство зрения. Оно указывает на состояние ума. То есть, продиагностировать карму человека можно по его глазам. Сама карма, глубокая карма, как бы вот этот вот шарик, который здесь находится, Моха Бхага, он находится в глубине, ну то есть, возле носа, то есть, во внутренних краешках глаз человека. Мы говорим о психическом состоянии. Мы не говорим о том, что здесь царапина возле глаза, это грубое тело. Мы говорим о настроении глаз. И если взять, допустим, проследить, понаблюдать за собой, куда мы смотрим человеку. Мы смотрим, понятно, что в глаза, так? А в какую часть глаз мы смотрим? Мы смотрим вот сюда. И по ней мы судим, как человек ко мне относится. И в этом заключается ошибка. Потому что отношение человека или мышление человека находится во внешних частях глаз. Поэтому надо человеку смотреть во внешние краешки глаз, чтобы определить его отношение ко мне. а хочется смотреть во внутренние. Потому что кажется, что-то и есть его отношение. А там действует то, что человек сам в себе не видит и не замечает. Если человек возьмет, посмотрит на себя в зеркало, то он как смотрит на себя в зеркало? Вот так. Можно замечать, вот если, допустим, кто-то знакомый смотрит в себя в зеркало, он тебя смотрел определенным образом, потом отворачивается так, потом опять на тебя смотрит по-другому. Ну то есть можно про это как бы проследить. И как бы, и почему вот этот эффект интересный, что когда человек в зеркало на себя смотрит, он не видит кармы. Ему кажется, что у него такой, он такой хороший вообще, а эти все козлы. Ну то есть он карму человек видит через других людей свою. И ему кажется, что это их карма, а не моя. Это их проблемы, а не мои. Так действует вот эта вот иллюзия, в которой мы живем. Ну ладно, мы об этом будем подробнее чуть-чуть позже говорить. Сейчас мы дальше продолжаем. Итак, смотрите. Глаза, правый глаз связан с мужским началом в человеке, левый глаз женским. Это не как бы не то, что вот я прямо это так теоретически говорю. Я могу по вашим глазам диагностировать, мужской деятельностью вы больше заняты или женской. Если у женщины работает больше левый глаз, вот беленьком на третьем ряду женщина, у вас левый глаз работает больше сейчас. Да, yes. Потому что раньше работал больше правый. Я поэтому вас и об этом о вас говорю. И у вас сейчас жизнь стала улучшаться из-за того, что вы поняли, как это делать правильно. То есть вы начали больше в семейную жизнь идти. Так? Да. И не знаете еще, улучшается или нет. А я уже знаю. Я вам докладываю. Потому что я посмотрел ваш психический канал. Женщина должна больше женской жизнью жить, мужчина больше мужской. Мужчина больше должен во внешней деятельности жить, добиваться там счастья. А женщина должна целью своей жизни поставить семью. Часто женщины ко мне подходят и говорят, мне на работе ничего не получается. Что мне делать? Я ей говорю, надо думать не о работе, а о семье. Тогда на работе все будет получаться. Она говорит, ну я не могу думать о семье, если у меня на работе не получается. Я ей говорю, значит у вас не семья на первом месте, а работа стоит. Она говорит, правильно. Вот это надо поменять. И тогда жизнь станет нормальной. Понимаете? Вот в этом и заключается уже практический подход к ведическому знанию, потому что есть психические каналы в тонком теле ума. Самый центральный называется сушумно или канал, который дает нам или бодрость, или усталость, в зависимости от того, насколько наполненная целью наша жизнь. По бокам есть два канала, называется ида-надия, и пингала-надия. Ида-надия, это вот с левой стороны, это женский канал. Он у женщин активен в три раза сильнее. А если женщина больше занимается работой, чем семьей, то у нее пингала-надия становится более активен. И она сгорает, сжигает свою судьбу. То есть она больше устает, больше тяжелее жить, более нервной становится. Понимаете? То есть она работает не в своем ритме. Как машину можно, допустим, на задний зад гнать 120 км в час, но она не приспособлена 120 км в час ехать задом. Она ломается от этого быстро, понимаете? Ей надо вперед ехать 120 км в час. Так и женщина, ей надо отрабатывать свою судьбу в семье, а она идет, допустим, в работу отрабатывать. В результате она ухудшает свою судьбу, она становится все тяжелее и тяжелее с каждым днем. Почему мы так делаем? Потому что у нас неправильное образование. Нам никто не сказал, как правильно жить. Мужчина тоже может действовать не по-мужски. Допустим, мужчина должен заниматься самосовершенствованием, работой над собой. Он должен сдерживать в себе половое желание или желание женщины или деятельность левого полушария, у него связанная с личной жизнью. Он должен ее сдерживать и направлять себя в работу над собой, в победу в обществе, в волю, решимость и так далее. То есть он первым делом, первым делом, самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Вот. То есть вот такое мышление у мужчины должно быть. То есть он должен побеждать судьбу. И тогда у него и секс будет нормальный, и в семье все будет нормально. Все будет нормально, если он больше думает о своей работе над собой и своей внешней деятельности. А женщина больше должна думать о семье, о работе. На работе она отдыхает. Это вывод из тонкого строения человека. Я вам сейчас объяснил. А по-другому не работает система. Если мужчина больше думает о сексе и о женщинах, то у него теряется воля, теряется работа, сила внутренняя, теряется решимость, теряется память, теряется логическое мышление. И он становится как тряпка в результате. И у него даже половые функции нарушаются, их работа. Поэтому сексопатологам надо сказать, чтобы секс нормальный был, для этого надо поменьше о сексе думать. Но сексопатологи в это не поверят. Они потому, что у них другое, неведическое знание. Непрактичное знание. Дальше поехали. Следующее чувство, так чувство зрения мы разобрали. Следующее чувство, это чувство вкуса. Оно связано с жизненной силой, с праной, с психической энергией. Если человек ест вкусную пищу, у него много энергии. Если ест невкусную пищу, то мало энергии. Есть только один вопрос, который заключается в том, какую энергию он получает от этой пищи. У него будет много, если он вкусно кушает. Он будет активен. Вопрос куда? Неправильной активностью можно разрушить свою жизнь. Поэтому веды говорят, надо культивировать в себе те вкусы, которые очищают твою энергию психическую и убирать те вкусы, которые загрязняют. И веды объясняют, что загрязняют вкусы, загрязняют нашу энергию психическую. Мясная пища, которая связана с убийством. То есть эта пища, она как бы находится под влиянием тонкого тела животного, который проклинает и того, кто убил его, и того, кто ест это мясо. Если вы не хотите, чтобы вас проклинали, но мясо есть, тогда надо подождать, пока оно протухнет. Потому что тухлое мясо уже не связано с тонким телом животного, и проклятие не действует в этом случае. Или второй вариант – кушать мясо, когда животное умирает само собой. Не убивает его, она сама сдохла, скотинка. Так вот, ни то, ни другое мы не хотим. Мы хотим есть только мясо, которое зарезали. Так? Оно считается нормальным. А и тухлое мясо, и то мясо, которое связано с самопроизвольной смертью, люди кушать не хотят, они брезгуют его. Итак, веды объясняют, что лучше белковые, животные белки употреблять из молочной пищи, которая не связана с убийством. Это тоже белки, и все хорошо там, но никакого убийства нет, поэтому на тонкое тело хорошее влияние идет. Вы зададите вопрос, но ведь растения мы тоже выдергиваем, мы тоже убиваем. Правильно. Поэтому веды говорят, что любую пищу человек ест, он наполняется кармой. Но когда растение тело оставляет, то оно в спящем виде выходит из тела. Оно и спит, и живет, когда спит, и выходит из тела, тоже спит, потому что такая спящая форма жизни. И вот этот сон как бы мешает почувствовать боль. И поэтому растительная пища, когда мы ее кушаем, она меньше в себе вот этих энергий и страданий несет живого существа, которое мы съедаем, тело которого мы съедаем. Поэтому карма меньше от этого. Когда животное в тонком теле выходит из тела, оно страдает больше, и поэтому больше плохой кармы от этого мы получаем. Поэтому думай и выбирай. Понимаете? Как в той юмористке. Раки большие по 5 рублей, но вчера, или маленькие по 3 рубля, но сегодня. У меня и рубля нет, да? То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен разобраться, как ему жить. Он должен рассуждать, изучать этот вопрос. И вы скажете, а мне хочется мяса, допустим. Это хорошо. Человеку всегда хочется кушать, потому что он использует какой-то вид энергии, и его надо восполнять. Вы скажете, что у меня питательных веществ не хватает, и я их потребляю в мясе. Это ошибка. Потому что само чувство голода связано с тонким телом, а не с грубым. Грубое тело берет только 30% от пищи. 70% от пищи берет тонкое тело. И это говорит о самом чувстве голода. Какое у нас чувство голода? У нас портится настроение, деятельность тонкого тела. Мы теряем работоспособность, деятельность тонкого тела. Мы теряем силы, самоконтроль. Мы чувствуем себя плохо без пищи. Мы когда поели, у нас улучшается настроение, самоконтроль. У нас появляются силы работать и так далее. Все это признаки наполнения тонкого тела. Что касается грубого тела, то ему много не надо. Мы знаем, что и толстые люди, и тонкие кушают 4 раза в день. Хотя с точки зрения грубого тела, толстому человеку должно не хотеться кушать хотя бы неделю. Но он кушает 4 раза в день и испытывает голод, потому что наполняется голодом тонкое тело, а не грубое. Поэтому, так как наполняется голодом тонкое тело, поэтому человек и должен изучать, что благоприятно для тонкого тела, а не для грубого. И для тонкого тела неблагоприятно кушать то, что его загрязняет. А тонкое тело загрязняет энергией убийства или энергией насилия. Понятно? Поэтому лучше есть растения. Мы можем еще один анализ провести, что когда у деревьев веточки обрезаешь, дерево растет еще больше, потому что оно встряхивается от этого обрезания. Оно начинает больше жить активнее, как человека чуть-чуть потормошить, и он как бы пробуждается. Понимаете? Когда у животного лапку отрезаешь, что оно не растет заново и не встряхивается, ему жить становится тяжелее. Понимаете? То есть природа так устроила, что мы срываем стебли у растений, они растут еще больше. А у животных ножки отрываем уже как бы другой результат. Это все говорит о том, что растительная форма жизни предназначена для питания. Это можно также изучить по строению кишечника человека. Кишечник человека в шесть раз длиннее, чем кишечник животных, которые едят мясо. Он очень похож на кишечник коровы, на кишечник животных, которые едят траву человека. Даже с точки зрения человеку более благоприятно. И зубы устроены у нас не как у хищных животных. И так далее. То есть если взять как бы по Дарвину прародителей человечества, обезьян, то они тоже не едят мясо. Они едят растительную пищу. Чтоб вы знали. Ну те живые существа, которые похожи на нас, они едят все растительную пищу. Это с точки зрения физиологии я вам объясняю. Ну ладно. Это все уже как небольшое отступление от темы. Дальше изучаем тему. Веды объясняют, что чувство вкуса дает силы, чувство обоняния дает понимание, что с нашим телом хорошо совместимо, что плохо. Например, человеку прежде чем что-то кушать, надо нюхать, потому что запах именно плохой указывает на то, что эта пища или не подходит, или она отравлена. А по вкусу отравленность пищи понять невозможно, потому что синильная кислота по вкусу сладкая. Она имеет сладкий вкус. Ее поэтому в торты добавляют. И сразу человек, и все. Но если бы он понюхал этот торт синильной кислотой, он почувствовал запах смерти. И ни за что бы этот торт не стал есть. Поэтому сначала надо нюхать все, а потом кушать. А не наоборот. Сначала кушать, а потом нюхать. Понимаете, там уже как бы, что это я похушал, да? Нюхаем. Это уже не поможет, потому что все, что плохого было в этой пище, уже всосалось. А то, что вышло, это результат, понимаете? Поэтому нюхать уже поздно. Поэтому нюхать надо раньше, чем ешь. Также можно определять, где тебе кушать или нет, с кем дружить или нет. Зашел в дом, допустим, чувствуешь плохой запах, значит, у тебя несовместимость с этим человеком. Телесная имеется в виду, психическая. От человека плохо пахнет, значит, наверное, несовместимость с ним. По запаху можно определять совместимость. С квартирой тоже. Живешь в квартире, тебе запах там не нравится, значит, это несовместимая с тобой квартира. Там тяжело тебе жить. По запаху определяется то, что относится с телом. Понятно? Система. Итак, у ума есть пять чувств. Есть разум. Разум чем занимается? Он занимается изучением, где счастье. Потому что ум, вот эта вся система из пяти чувств, из каналов психических. Из каналов есть психические каналы, наде ума. А есть каналы, которые связаны с грубым телом. Они называются шротасы. Это тоже тонкие каналы, но они связаны с грубым телом. Например, есть такой канал Анна-Ваха-Шротас. Он начинается. Анна означает пища. Ваха означает движение. Смотрите. Начинается во рту, заканчивается прямой кишкой. Вот этот канал весь контролируется одним шротасом всего, тонким, который называется Анна-Ваха-Шротас. И этот канал, шротас этот тонкий, существует в человеке всегда. Умер он или жив. Имеется в виду, то есть есть тонкое тело. Человек всегда жив. Умирает только грубое тело. Тонкое тело остается живым всегда. И в этом тонком теле находится этот канал Анна-Ваха-Шротас. Когда тонкое тело вместе с душой попадает сначала в сперматозоид, а потом в яйцеклетку. Когда тонкое тело входит в яйцеклетку, в этот момент каналы все разворачиваются в ней, вот эти шротасы. И поэтому яйцеклетка начинает делиться по чертежу, которая находится в тонком теле. И поэтому закладывается, физиологи знают, эмбриологи знают, что закладывается организм человека сразу в нескольких местах, а потом это все соединяется. Вот представьте себе, сложнейшая система наш организм. Очень много каналов, фасций, различных сосудов. И все это закладывается в разных местах одновременно и потом соединяется. С какой стати? Если даже, допустим, рыть. Допустим, мужчины и женщины роют, да? Соединяют, пытаются соединиться как бы с разных сторон подземный ход, да? Роют. Они попадут, нет, друг в друга? Нет, для этого нужен чертеж. Иначе ты промажешь, ты можешь сверху пройти, снизу. Это невозможно. Нужен чертеж. Также в организме, как это все соединяется? Там есть шротасы, эти тонкие каналы, по которым растут клетки. Понятно вам, как это все работает? Не думайте, что это теория только. Аюрведические врачи по пульсу могут определить шротасы ребенка и определить развитие аномалий плода. И с помощью определенных методов воздействия на него могут внутриутробно лечить эти аномалии. Это описано в ведах. Потому что аномалии развиваются из-за купорки этих шротасов, каналов тонких. Ну ладно, вам интересно, нет? Хорошо, дальше продолжаем. Значит, что такое разум? Разум — это структура психическая, которая отвечает за победу над кармой. Карма — это что такое? Это сила, которая мучает нас. Она находится вот здесь, вот внутри. А разум побеждает карму. Разум питает ум энергией знания и энергией счастья. Он берет эту энергию из веры. Человек не может жить без веры. Допустим, если вас спросить, во что вы верите, не каждый человек ответит на этот вопрос, потому что мы не изучали. Есть два типа веры. Одни типы веры возникают, приходят в сердце человека и жизни просто. Допустим, человек подрос, ребенок, он верит, что если он выучится, ему будет хорошо тогда. И он поэтому учится. Женщина, если родила ребенка, она думает, вот этот ребенок и есть смысл ее жизни. Допустим, мужчина женился, она смотрит на жену и думает, вот для кого я должен жить. Ну, то есть вера, она бывает спонтанная. То есть она возникает сама по себе в сердце и потом руководит человеком. Допустим, жена ушла, ради которой человек жил, и человек впадает на несколько лет в депрессию. Он не может дальше жить, потому что он верил как бы в этого человека, а он предал его. Поэтому веды очень серьезно изучают веру и говорят, что нельзя допускать эту спонтанную веру в свое сердце. Надо верить в то, что не подведет тебя. Поэтому веды говорят, на первое место надо поставить веру в святого человека, который никогда не подведет. Если ты не доверяешь на земле живущим святым людям, поставь, начни верить в святого, который уже прожил, и он прожил свою жизнь правильно. Вы скажете, а с ним нет контакта, он же уже не живет. Это еще одно заблуждение. Потому что у нас есть контакт со всеми, о ком мы думаем. Природа энергии ума такова, что она быстро находит объект на любом расстоянии. Вот кто из вас, у кого из вас есть родственник в Америке, допустим, поднимите руку. Вот, допустим. Ну, вон, поближе. Вот девушка в белом. Мы с вами общаемся, да. Как его зовут? А? Как? Девушка? Ваша мама. У нее ноги больные, что ли? Ноги больные у нее. Ну, у нее болят колени, там, суставы, позвоночник, поясница. Вы ничего не знаете про нее, что ли? Ну, вы знаете, что она чуть-чуть полноватая? Что она чуть-чуть покрупнее вас? Знаете об этом? Или нет? А? Она не говорила вам, что у нее что? Ну, неважно, неважно. Мы сейчас будем по другому пути идти. Вы знаете, что у нее такой научный ум? Она все изучает. Такая. Знаете об этом, да? Такая принимает решение не сразу. Такая сначала думает, обследует, все изучает. Так? Или нет? Ну, такая спокойная она у вас. Такая, да. Сравнивая, да. Ну, я не буду говорить о том, что она вас любит. Это понятно. Вот. Но это факт. Она вас любит, думает о вас постоянно. Откуда мне это все знать? Я вас теперь спрашиваю. У нее более светлые волосы, чем у вас. Я говорю не про покраску, а про ее как бы. Более темные? Более темные? Может быть, я ее как бы седину воспринял. Но неважно. Важно то, что можно почувствовать человека. Как это происходит? Она сейчас связалась со своей мамой. Вот сейчас ее мама, прямо сейчас о чем-то думает серьезно. Обдумывает какой-то момент. Понимаете? То есть, это происходит связь немедленно, как только человек вспоминает близкого человека. Немедленно эта связь происходит. Если человек изучает тонкое тело, он может это почувствовать, понять. Понимаете? Эта связь не... Вот для тонкого тела ума земля как эфир. Понимаете? То есть, сквозь землю, тонкое тело ума не находит свой объект немедленно. Понимаете? То есть, энергия ума в миллионы раз быстрее, чем скорость света движется. И она, для нее нет преград. Где бы человек ни находился, в каком мире в этой вселенной. Если у нас с ним есть родственная связь, мы находим в уме этого человека немедленно, прямо сейчас. Просто помня о нем. Точно так же человек может кланять святому человеку, даже если он изображен на иконе. Он может найти этого человека в своем уме, контактировать с ним и строить с ним отношения. Спрашивается, зачем нужно строить отношения со святым человеком. Ответ такой. От святого человека исходит энергия счастья. Слово «свет» — «святое» означает «свет». От него исходит энергия счастья, и эта энергия счастья нам сильно нужна. Поэтому, когда человек ставит целью своей жизни святого человека, он ему поклоняется, то в этом случае энергии счастья хватает для всех. Потому что все остальные люди, они чем отличаются от этого святого человека, который меня окружает? Чем они отличаются? У нас с ними одна судьба. Им плохо, мне плохо. У них тяжелое время, у меня тяжелое время. Понимаете, друг другу помогать очень трудно, если мы в одной упряжке едем. А если кто-то едет в другой упряжке, более чистой и возвышенной, то тогда помощь — это ощутимо. Понимаете, это ведическое знание так объясняет. Я вам передаю идею эту, пытаюсь объяснить. Итак, разум, он находит объект счастья, начинает связываться с ним, и от него приходит счастье в жизнь. И это называется верой. Когда человек почувствовал вот эту энергию счастья, вера — это вектор, находящий объект счастья. Когда человек во что-то верит, у него жизнь наполнена смыслом. Почему? Потому что счастье приходит, тонкое тело ума, вся система начинает работать. И человеку хочется жить. Идется музыка, музыка, музыка. То печаля, а то веселя. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Речь идет о музыке нашего сердца. То есть надо понять, что если есть у человека вера в сердце, он во что-то верит, то он живет. Допустим, он верит в то, что ему надо дом построить. И он живет, живет ради этого дома. Пока он строит дом, он живет, он активен. Он трудится, он знает, что ему надо строить дом. У него есть жизнь в сердце, понимаете? Если ему не зачем жить, то он в депрессии находится. Потому что, когда разум не работает, у человека энергия счастья не поступает внутрь. Ум получает энергию счастья за счет деятельности разума. Так эта система работает. Поэтому у каждого человека должна быть цель в жизни. И надо изучать, какие цели иметь. Потому что, если человек ставит перед собой не ту цель, потом, если она уходит от него, то он попадает в депрессию. Но есть цели, которые надо перед собой ставить. Например, нельзя не любить своего ребенка. Это грех. Поэтому ребенок должен быть тоже целью жизни. Но не самой главной. Потому что ребенок уйдет из твоей жизни обязательно. И если ты считаешь его главной целью, то твоя жизнь будет разбита, когда ребенок от тебя уйдет. Поэтому не рекомендуют ребенка или мужа, который тоже не обязательно с тобой останется на всю жизнь. Не факт. Он может просто умереть раньше времени, тело оставить, веды говорят. Или он может заболеть тяжело, и он не будет приносить тебе счастье. Или он сломается и изменит кому-то, уйдет от тебя. Ну, то есть, есть разные варианты. Поэтому человек не должен ставить главной целью в своей жизни близкого человека. Веда объясняет, это опасно. Потому что главная цель жизни – это главная опора в жизни. То, что если уходит из твоей жизни, твоя жизнь рушится. Понимаете, что такое стресс? Это стресс, знаете, стрессовое состояние. Я изучал эту тему. Он длится обычно полтора-два года. Человек не находит все места, он не может ни спать, ни есть толком. Понимаете, его жизнь ломается. Стресс означает, что цель жизни разрушена. «Листья желтые над городом кружатся». Понимаете, то есть, человек не видит счастья в том, что происходит. Он видит одни страдания. «Был душой я молод, а теперь старик». Понимаете, то есть, человек чувствует себя в стрессе, ему тяжело жить. Почему? Потому что вера разрушена. Итак, смотрите, такие понятия. Знание о том, как жить правильно. Оно движет человеком или нет? Знание. Может двигать, а может нет. Нет. Допустим, человек знает, что курить вредно, но курит. Веды говорят, это значит, что он не знает, что курить вредно. Это знание находится у него в уме. Потому что знание может находиться в уме. Это называется «я об этом слышал». Я имею в виду, что это так. Знание находится в уме. И знание находится в разуме. Означает, что человек уже не хочет курить, он не может. Потому что он точно знает, что это вредно. Понимаете разницу или нет? Веды объясняют, чтобы точно узнать, для этого надо слышать от того, кто знает. Допустим, если человек курит, он не может это знание передать, что курить вредно. Потому что у него этого знания в сердце нет. Веды объясняют, что разум человека находится в сердце. «Сердце, тебе не хочется покоя». Понимаете, сердцу. «Не мозги, тебе не хочется». Сердце, понимаете, сердце. То есть мы живем сердцем. Это основа жизни, понимаете. Поэтому человек должен узнавать все, изучать сердцем. Это более надежно. Потому что, когда ты сердцем излучил, тогда жизнь сама меняется. И тебе хочется вот именно так жить. Потому что ты сердцем это изучил. Это называется деятельность разума. Она происходит через звук того, кто знает. Понятно системы, как работает. Большинство людей сейчас как все изучают? Умом. Мы принимаем теорию, то есть материал. Мы как учимся в школе? Просто изучаем теорию. Нам не важно, какой человек нам это передает. Он просто нам передает математику, и мы изучаем ее теоретически. Она в сердце входит в это время или нет? Нет. И нам эта математика по барабану. Но когда человек начинает давать математику, который любит математику, он в экстазе сам от этой математики, она входит в твою жизнь, и ты после школы знаешь, что математику я знаю, потому что у меня был такой преподаватель, который любил математику. Понимаете, о чем я говорю? Вот, допустим, если вы спрашиваете о каком-то человеке, спрашиваете у того, кто его любит. И он вам правду об этом человеке скажет, и вы этого человека тоже полюбите. Это значит, что вы узнали об этом человеке. Видите, она хочет построить со мной отношения, но не знает как. Правильно. Итак, мы с вами изучаем закон кармы. Мы на каком месте остановились? Что разум — это непростая штука, она меняет судьбу. И поэтому к изучению темы разума нужно относиться очень серьезно. Надо изучать, что такое разум. У меня есть семинар «Развитие разума». Я здесь читал, в Риге. Сейчас книга вышла «Развитие разума», первый том. Такая книга толстая, серьезная. То есть, почитайте, как попадет вам в руки, почитайте. Пока в Риге не прислали еще и сюда. Кстати, «Тонкое строение человека» есть книга. Там описан также закон кармы. То, что я вам сейчас рассказывал, «Ми, разуми» — это все есть. Итак, есть прана или психическая энергия в тонком теле. Она полностью подчиняется карме. И поэтому, если карма плохая, у человека нет сил думать, делать что-то. У каждого засоряется прана в организме по-своему. Есть ложное эго или эгоизм человека, или чувство собственного достоинства. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Есть истинное достоинство, которое дает счастье, приносит человеку. И есть ложное чувство собственного достоинства, которое приносит страдания. Как они отличаются? Сейчас я вам объясню. Веды объясняют. Если человек хочет, чтобы его кто-то сделал счастливым, работает в это время ложное эго, и это принесет страдания. А если человек сам кого-то хочет сделать счастливым, если у него нет никаких внутренних мотивов, что он для себя это как-то хочет сделать, то это принесет счастье. Веды объясняют, что у нас внутри нет такой возможности самостоятельной быть бескорыстным полностью. Потому что даже если человек сделал какой-то бескорыстный поступок, то когда от него приходит правильный ответ, и все ему говорят, молодец, спасибо тебе, у него в сердце появляется что? Гордость. Он такой, пожалуйста. И гордость это означает также эгоизм во время поступка. И вот эта система истинного эго в этом случае не работает. Не включается истинное эго в жизнь, которое приносит счастье. Поэтому Веды объясняют, для того, чтобы истинное эго включилось в жизнь, надо иметь дело с божественной энергией, то есть со святым человеком, который не живет для себя только по той причине, что он постоянно думает о Боге. Поэтому человек не может без мысли о Боге быть бескорыстным. Потому что всегда в этом случае хоть так, хоть сяк в нашу жизнь вылазит корыстный. Вы, допустим, бескорыстно что-то для ребенка сделали для своего, вы думаете, что бескорыстно. А почему бы вам точно так же для чужого ребенка не сделать бескорыстно? Для чужого пусть его мама делает. Вот это и означает корысть. Или я беззаветно люблю свою страну. Хорошо, почему бы тебе беззаветно не любить чужую страну? Точно так же. Это называется опять корысть. Понимаете, даже вот когда мы бескорыстно, очень беззаветно что-то людьми, это хорошо. Это хорошо. Там действует тоже истинное эго, но не в полной степени. Ложное эго всегда остается во всех этих понятиях. Только в тех понятиях, которые связаны со святостью, нет ложного эго. В том случае, если мы делаем что-то не для себя в отношениях со святым человеком, а для него. А если мы молимся ему для себя, для своей жизни, тоже есть здесь корысть, тоже действует ложное эго. То есть тема очень сложная для понимания. Самая сложная для понимания тема – это деятельность ложного и истинного эго. Потому что это касается нашей жизни. А веды говорят, ложное эго – это разум в невежестве. А истинное эго соединяется с разумом в благости. Поэтому, так как это соединено с разумом, поэтому человек все, что касается его, сильно оправдывает. Он считает, что это правильно. Допустим, женщина говорит, а как не любить своего ребенка? Как не любить своего ребенка? Она говорит. И это правда. Но понимаете, здесь проблема заключается в том, что и когда она привязана к ребенку, мне очень трудно понять, что эта любовь также имеет корысть по своей природе. Хотя она может жизнь за своего ребенка отдать, но не за чужого. Понимаете? Теперь второй вариант. Мать может отдать за любого ребенка свою жизнь. Это значит, что она уже мать с позиции истинного эго. Понимаете? То есть может работать эго как истинное, так и ложное во всех отношениях. Допустим, ты любишь своего мужа, и он ушел к другой женщине, и ты думаешь, пускай будет счастлив. Если ему так лучше, пускай будет счастлив. Так работает истинное эго. И оно дает истинное знание, которое говорит, к сожалению, ему не будет там лучше, потому что он тебя бросил, и поэтому ему придется страдать. И тогда женщина думает, как же мне ему помочь, чтобы он не страдал. И она начинает молиться за него. И он возвращается назад. Таким образом, истинное эго может вернуть мужа, а ложное никогда. Потому что чем больше мы хотим назад что-то, тем меньше шансов это получить назад. Я сейчас объясню, как судьба разрушает нашу жизнь через деятельность ложного эго. Допустим, девушка сильно хочет выйти замуж. Вот это сильное желание выйти замуж, по вашему мнению, помогает ей выйти замуж или мешает? Мешает, правильно. Почему? Смотрите, давайте изучим. Она сильно хочет замуж. Что происходит с ней? Она сохнет, теряет красоту свою. Она теряет как бы силу внутреннюю женскую. Она становится зависимой от мужчины. Она, допустим, мужчину видит, который на нее смотрит и быстрее хочет с ним познакомиться раньше, чем он к ней привязался. В результате она не может познакомиться, потому что ее все бросают. Но дешевое яблоко никому не нужно. Всем нужно только дорогое. Понимаете, о чем я говорю? Ой, ты дурочка моя, трубодурочка, да чего же исхудала фигурочка, или может обратиться к врачу, ничего я не хочу. Понятно, да? Кроме кого? Трубодура, по которому мы сохнем. Назначать хочу трубодура. Вот это состояние называется влюбленность. Веда объясняет, что это опасное чувство, потому что оно разрушает жизнь. Иногда человек влюбленным становится в того, кто его не любит. И веды говорят, нет-то в этом любви никакой. Это не любовь. Потому что любовь – это взаимное чувство, это взаимообмен, понимаете? Итак, как выйти замуж? Надо учиться быть женщиной. Надо служить, то есть активизировать истинное эго внутри себя. Надо как женщина всем служить, обо всех заботиться и стараться в этом служении забыться. Ты как бы не замужем, все равно замуж надо. Но надо забыться в служении обществу. Ты становишься любимой для всех. То есть ты начинаешь любить всех, и все тебя любят. Понимаете, энергия любви ты отдаешь окружающим людям, и она начинает двигаться в твоей жизни. Что с женщиной происходит в этом случае? Она побеждает судьбу. Она становится румяной, счастливой, жизнерадостной и так далее. У меня есть одна знакомая девушка, она не могла выйти замуж. Я все время приезжал в тот город, в котором она живет, спрашивал, ты замужем? Она говорит, нет. И она все время мучилась, страдала. И потом она, когда изучила подробно эти лекции, они вошли в нее. Лекции по поводу, как выйти замуж. Она начала служить духовному учителю, заботиться обо всех вокруг. И я, когда приехал, спросил ее, как вышла замуж. Она посмотрела на меня, говорит, да мне некогда об этом думать, у меня и так все нормально. И она в это время такая порумянилась, становилась такая красивая, счастливая, самодостаточная. И я понял, что она победила свою судьбу. Я увидел, что она очень скоро выйдет замуж. Понятно, как система работает? Чем меньше мы думаем о том, что нам хочется, а больше выполняем свой долг, тем ближе придет это само в нашу жизнь. Правило такое. Вот теперь, смотрите, правило чисто, которое из закона кармы. Правило такое. Если ты хочешь, чтобы что-то получить в своей жизни, включи истинное эго. Действуй, не желая вот этого, и забудь об этом желании, в этом действии. Ну, допустим, ты хочешь получить зарплату на работе. Надо думать о самой работе и с любовью для всех трудиться. Во время труда надо забыться в этом труде и попытаться сделать труд, чтобы он приносил счастье другим. А зарплата должна вылететь у тебя из головы. И тогда начальник будет тебе давать ее с добрым сердцем, с удовольствием. Если же ты, работая, думаешь постоянно о зарплате, то у начальника будут кишки тянуть, когда он тебя видит. Сейчас я вам это очень легко докажу. Кто из вас руководит людьми? Поднимите руку. Есть такие? Вы согласны со мной? Кто не согласен? Оставьте поднятую руку. Кто не согласен? Нет поднятых рук. А кому сильно кто-то тишки сейчас тянет из сотрудников? Поднимите руку. За своими зарплатами. Вот есть такие люди. Я вам сочувствую. Итак, смотрите, у начальников тоже есть проблема, оказывается. Она заключается в том, что кто-то тянет тишки, когда он думает не о выполнении своего долга, а о зарплате. Ведь мысли же мучают. Лена, я правильно говорю? Нет. Вы согласны? Вы тоже же руководитель? Если человек о зарплате думает, он мучает вас или нет? Вас нет. Но сам мучает. Лена уже выше этого. Она потому что на всех семинарах, которые она организует, тоже сама присутствует. Она уже мудрый человек, получила знания, как жить. И эти люди ее не мучают. Меня, кстати, сказать тоже. У меня тоже есть подчиненные. Как-то уже не мучают, потому что я понял, как к ним надо относиться. Надо к ним относиться со страданием. Понять, что человек просто недоразвит немножко, не понимает, как жить правильно. Поэтому он мучается из-за этой зарплаты. А надо думать не о зарплате, а о том, чтобы счастливо жить в труде, заботиться обо всех, любить. Надо себя пересилить в этом. Видите, одно правило из закона кармы мы немножко с вами узнали. Оно очень сложное для понимания. Надо реально это все изучать глубоко. Потому что во всех аспектах жизни она работает. Допустим, я хочу вылечиться. Не вылечиться надо, а научиться правильно жить. Допустим, у меня болит печень. Я думаю плохо о чем? О печени. И разрушаю ее своими мыслями. Ааа, у меня болит печень. В это время я ее разрушаю. Но если человек перестает думать о том, что у него болит печень, и начинает изучать, как правильно жить, чтобы не болела печень, она перестает болеть. Он ее питать начинает. Истинное эго питает организм, ложное эго разрушает. Допустим, не надо врача хорошего найти. Не надо думать о том, чтобы врача найти хорошего. А надо молиться, раскаиваться в тех грехах, которые тебя заставили болеть. И когда ты будешь раскаиваться, то в сердце сам врач всплывет, который тебе и радость возникнет, который тебя вылечит. Понимаете? С тем, как работает. Она работает с другой стороны всегда. Веды говорят, что не надо думать о плодах, которые должны прийти, о счастье. Не надо думать. Надо думать о том, что я должен сделать для других в этом направлении. Допустим, что я могу сделать для своего мужа? Первое, что я могу сделать для него? Принять его таким, какой он есть. У него есть карма, он мучается из-за него. Из-за этого мучения он такой вот человек. Поэтому он злится, поэтому он ругается, поэтому он из-за кармы гордится собой. Из-за кармы он мучает меня. Все это происходит из-за кармы. А он сам хороший внутри. Не верите? Сейчас я вам докажу. Когда семья создается, то Бог изнутри, Он живет в сердце каждого. Он показывает сначала демоверсию. Try and buy. Он показывает человека, который на самом деле, какой он есть на самом деле. Он показывает это без всяких условий. Вот посмотри, с кем ты хочешь жить. И ты начинаешь видеть самое лучшее в человеке. Первая любовь моя земная. Утро моих глаз. Понимаете? То есть ты видишь самое лучшее в человеке в это время. Почему? Потому что так делает Бог. И веды говорят, если ты хочешь счастливо жить, каждое утро молись, чтобы вспомнить то, что ты видел в это время. Если ты вспоминаешь, значит, ты сможешь всю жизнь счастливо прожить с этим человеком. Потому что ты его с позиции то, что ты видел первый раз. Я тебя совсем еще не знаю. Вижу в первый раз. Понимаете? Вот это надо запомнить на всю свою жизнь. Когда человек так относится к близкому человеку, то тогда он ему служит. Он служит его чистоте. Понимаете? И он может тогда простить близкого человека. Но люди, когда разводиться идут, о чем они говорят? Мы несовместимы. И их спрашивают, ну вы же любили друг друга? Они говорят, нет. Этого человека я никогда не любила. Почему? Потому что она забыла вот это вот то, что она увидела. И он забыл. Они осквернились в своих отношениях. Не выполнили то, что они должны были выполнить. Потому что отношения создают высшие силы. А человек должен быть достойным этих отношений. То есть он должен сражаться за них. Он должен всегда пытаться с помощью внутренней жизни, внутри себя, победить отношения. Он должен молиться о том, чтобы хорошо помнить о том хорошем человеке, который он раньше знал. Видите, сколько нового вы узнали сегодня? Интересно. Может быть, давно забытого старого. Итак, сила разума дает возможность человеку побеждать карму. Это называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Одни люди просто живут, они встают, допустим, пьют кофе там, чай, идут на работу, приходят домой, смотрят телевизор, общаются с родственниками, ложатся спать. Это называется внешняя жизнь. Почему человек живет только внешней жизнью? Потому что он верит, что счастье только оттуда может прийти. Что такое внутренняя жизнь? Это другое знание. Веды говорят, что если человек хочет по-настоящему быть счастливым, он должен счастье создавать внутренней жизнью, а потом весь день поддерживать это настроение, которое ты создал внутренней жизнью. Допустим, человек молился с утра и просил прощения у матери. Значит, что весь день надо в этом настроении находиться. Внутренняя жизнь дает победу над судьбой, а внешняя – это капкан судьбы. Вся внешняя жизнь создается кармой, вся внутренняя жизнь создается разумом. Думай и выбирай. У каждого человека есть выбор. Или просто жить, или сесть с утра и помолиться, и победить судьбу таким образом. Итак, есть разум, есть ложное эго. Где это находится? У разума есть три центра психические. Один центр находится во лбу. Называется этот центр Шива Гранхи. Гранхи означает «узел». Шива – это Шива. Ну, то есть, это определенная, уполномоченная личность в этом мире. Почему Шива Гранхи находится здесь? Потому что здесь находится центр восприятия мира. А Шива дает силу для восприятия. То есть, все мистические способности, способные проницательности видеть других людей, но исходит как бы от этой личности, которая существует в нашей Вселенной и наполняет этот центр разума силой. Следующий центр разума называется «Вишну Гранхи». Гранхи означает «узел». Вишну – это Вишну. Это уполномоченная личность, которая дает энергию любви человеку. Любовь – это самое главное. Поэтому человек, который способен очистить свой узел разума вот этот, он способен любить других. Любовь – это основа жизни. Ради нее все живут. Дальше – Брахма Гранхи. Нижний центр психический, паховый центр, копчиковый, пахово-копчиковый центр разума. Брахма – это прародитель Вселенной. Как бы тот, кто начал создавать все живые существа. Там находится центр, который связан с рождением детей и так далее, с нашими половыми желаниями. И этот центр отвечает за стабильность нашей жизни, за основу, стабильность какую-то. Если нет детей, нет стабильности. Нет мужа, жены – нет стабильности. Этот центр создает отношения семейные, детей и так далее. Центр Вишну Гранхи создает любовь, дружбу. Шива Гранхи создает понимание этого мира, как он устроен, все прочее. Понятно? Три центра разума. В грязном состоянии. Как Шива Гранхи работает. Грязное означает гордое. Грязь – это сила ложного эго. Грязная сила ложного эго называется гордость. Когда человек гордится своими познаниями, то он становится слепцом. Он не может видеть знания других в это время. Это называется тупость вот этого центра разума. Она приходит к человеку, когда он начинает принимать подношения его учеников, его последователей, как истину. Допустим, ему говорят, ой, ты такой учитель. И он такой, да, внутри, да, я такой учитель. И в это время у него входит тупость вот в этот центр разума. Он становится очень важным человеком. Особенно этому помогают ученые степени. Какое-то положение в обществе. Когда человек получает, у него еще больше как бы это вот. Я как-то с одним ректором института разговаривал. И знаете, в чем наш разговор состоял? Весь разговор был таким. Он мне рассказывал, сколько у него академиков в институте, сколько докторов наук, сколько у него важных людей уже училось. И что я могу тоже у него поучиться и стану таким же важным человеком. Много-много он мне всего говорил. Я очень скивал смиренно. Ему очень понравилась беседа, хотя я ни одного слова не сказал. Говорит, мне понравилось, ты хороший человек. Мне понравилось, предполагалось, что я буду у него учиться. Мне нужен был просто диплом. Так бы учиться к нему не пошел. И он говорит, мы будем тебя учить. Ему понравилась беседа, потому что я смиренно себя вел в это время. Но если бы я ему сказал правду, ну, что я понял как бы из всего то, что я услышал, увидел, то я бы там не учился. Он бы сказал, вон отсюда! Это называется оскверненное состояние вот этого центра психического. Когда человек не видит других людей, он думает только о своем величии. Этот человек, его разум поражен. Понимаете, человек должен себя считать слугой других всегда. Он не должен считать себя слишком умным. Если взять, допустим, настоящих ученых и посмотреть на их, ну, как бы настроение внутреннее, как себя вел Ломоносов, он был всегда слугой других. Если вы почитаете его биографию, вы увидите, что он каждого студента уважал и знал по имени. Он считал себя всегда слугой других. Понимаете? Поэтому гениальный ученый. Во всех областях знания он сделал открытие. Во всех областях. Гениальнейшая личность. Точно так же Авиценна и Бенсина. Во всех областях знания сделал открытие. Смиреннейший человек. Он был слугой общества. Он много раз попадал в зоны инфекции и, рискуя жизнью, лечил людей. Много раз это происходит. Не один раз. Смиреннейшая личность. Это следующий вопрос. Если в твоей семье такой великий, значит, ты сам тоже такой же великий. Ну, что значит нет? Я это понимаю. Ну, хорошо. Что в этом плохого? Пускай ест то, что хочешь. А почему скандалы? То есть на вас, хорошего человека, они глядят. Вы хотите, чтобы я вам помог? Я помогу, но во время лекции. Сейчас я не смогу ответить на ваш вопрос. Но я хочу вам помочь, правда. Но сейчас вот не смогу. Для этого нужно кое-что понять. Мы чуть-чуть попозже об этом будем говорить. Итак, видите, этот центр разума отвечает за гордость человека. Чем можно гордиться? Допустим, я бросил есть мясо. Это причина для гордости или нет? Нет, вы считаете? Так вот, Веда объясняет, что это еще большая причина для гордости, чем если ты ешь мясо, допустим. Почему? Потому что когда ты сделал что-то хорошее, то это естественным образом я хороший человек. С этой точки зрения у вегетарианцев больше гордости, чем не у вегетарианцев. Видите, опасно как. Если человек обладает знанием каким-то, он считает себя знающим. Так, а если это знание действительно правильное, то он тем более себя считает знающим. И когда он не понимает, как действует гордость в этом центре, то он говорит всем своим родственникам, «Мясоеды проклятые!» Ну, как смиренный человек говорит им. «Наркоман, брось сигарету!» Ну, то есть, он ведет себя очень смиренно в этом случае. И родственники это чувствуют, поэтому они начинают с ним сражаться, с этим человеком, потому что они чувствуют, что война началась. А почему она началась? Потому что очень смиренный человек рядом находится. Спиренный в своих познаниях в вегетарианстве. Знаете, тема очень сложная. Надо ее изучать. Гордость приходит от всего. Что бы мы ни изучили, это дает гордость. Допустим, я слушаю по семейным отношениям о том, как должен вести себя муж, а я жена, допустим, и записываю все это. Чем я и разрушаю полностью свою семью? Потому что потом я ведь буду докладывать ему, как ему надо себя со мной вести. А для чего я это делаю? Для своего счастья. Поэтому с позиции ложного эго счастья не будет. Знание может по-разному войти в психику. Мне мама не ест мясо, а папа ест. Она еще пиво пьет, много чего делает. Я маме рассказываю, мамочка, ты пойми, что вот это не вылечивается же болезнь с помощью ругани. Она вылечивается с помощью любви. Поэтому надо сначала принять этого человека в свою жизнь, потом его простить. А это не просто сделать. Это большая работа внутренняя. А потом ты уже за него сможешь молиться, когда его сердце теплом как бы и твое соединится. Тогда ты можешь ему помочь уже. И он начнет понимать, что так не надо делать, что надо жить по-другому. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? Вот так это работает вся система. По-другому никак не работает. Итак, смотрите, то есть мы изучаем с вами закон кармы. Теперь вернемся вот к этой зоне, которая называется Моха-Бхага или центр кармы. Там есть четыре уровня, даже пять. Пантанджали Йога-Сутра разбирает эту тему и говорит, что есть волны. На примере его озера. Озеро, его среза как бы, а разбирает вот эту вот структуру ума или внутреннюю вот эту глубинную память. Разбирает, что есть озеро, на озере ума есть волны, наши мысли, воля и желания. Поверхностная часть. Следующая часть, верхняя часть слоя воды связана с настроением и характером человека. Следующая средняя часть связана с болезнями. Видите, болезни и характер. Характер более поверхностная часть, чем болезни. Поэтому есть много книжек, как с помощью характера лечить болезни. Не верьте в это. Опыт показывает, что характер может только сдерживать болезни, но вылечить их полностью не может. Почему? Потому что это более глубоко болезни находятся. И мы можем видеть, что многие святые люди даже болеют, хотя у них идеальный характер. Дальше. Ниже болезни находится то, что действует в моей судьбе на других. Вообще непонятная вещь. Если болезнь непонятна, с моей кармой связана, но как вот этот вот гад связан с моей кармой, который мучает меня и мою жизнь портит? Мы не можем понять. Мы не можем чувствовать эту энергию, которая из нас исходит и настраивает его таким образом, чтобы он меня мучил. Нижняя часть озера ума. И самый низ — это ил. Это и есть карма. Те грехи, которые лежат внутри. Они состоят из узелков кармы. Карма-васан. Эти узелки кармы возбуждаются под влиянием планет, которые движутся вокруг нас. Все планеты имеют тонкое тело. Пространство имеет свой характер. Когда планета движется по пространству, меняется ее характер. Все планеты, которые нас окружают, создают определенную атмосферу, пространство, характера. Эта атмосфера называется ноосферой по-вернандскому. То есть это жизненное пространство человека. Имеется в виду умственное пространство Земли. Характер Земли, ее настроение. Это настроение соткано из всех планет, из того, что нас окружает. Это все влияет на глубину ума. Оттуда выходит карма-васана. Эта карма-васана сначала действует на окружающих людей. И мы смотрим, как они мучают меня, хотя я ничего плохого не делаю. У меня характер хороший, настроение плохое, они меня мучают. То есть настроение у меня хорошее, они меня мучают. Потом дальше, если карма усугубляется, то это уже портит здоровье. Сначала человека кто-то бросает. Он еще нормально себя чувствует. Через некоторое время начинает болеть. То есть карма дошла до сферы здоровья уже. До этого слоя. А потом, если и дальше он живет одиноким, то у него портится еще и характер. Потом начинает порчливым, становиться злым. Понимаете? Сначала портится здоровье, потом характер. И потом уже человек не может контролировать свои мысли и волю в этом вопросе. Так развивается карма. Чем выше кармавасана, вот это узелок кармы, поднимается в толще воды, тем тяжелее человеку жить. Понятно? Все. Это краткий обзор прошлой лекции. Теперь те, кто первый раз пришли, уже знают, о чем речь. Сейчас мы с вами поговорим о другую тему, которая называется благость, страсть и невежество. Я вам сейчас объясню очень важное знание, которое было дано в Бхагавадгите. И когда оно давалось, сказано было, что это знание является настолько важным знанием, что когда человек его глубоко осознает, он побеждает всю свою судьбу. Это знание о том, что в этом мире существуют три вида сил, которые руководят жизнью человека. или три пласта жизни, в которых мы живем. Три дороги. Как помните, направо пойдешь, помрешь, налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь там. Что? Будешь счастлив, да? Но не оглядывайся. Но не оглядывайся. Если оглянешься, превратишься в камень. Ну, то есть, это все эти аллегории, это ведические сказки древние. Они имеют большое значение. Сейчас мы с вами поговорим об этом. Смотрите. То есть, веды объясняют, есть высшие... Возьмем сейчас для того, чтобы это объяснить, разберем нашу вселенную всю. Веды объясняют, что вселенная имеет форму шара. это замкнутое пространство. Когда мы смотрим вдаль, что мы видим? Темноту мы видим. Так? Если мы смотрим ночью во вселенную, мы видим темноту. Там нет просвета. Вселенная имеет замкнутое пространство. Веды описывают размеры нашей вселенной до километра. Не пять километров там, ну, очень большая цифра, я не знаю даже, в каких буквах ее назвать. Там очень большие... То есть, в ведах описано размеры вселенной. Описывается, что в ней есть 14 планетных систем или 14 галактик. Все эти 14 галактик, в принципе, просматриваются на звездном небе. То есть, можно от начала до конца вселенной все это видеть реально, по крайней мере, в телескоп. Например, полярная звезда, она находится на самом верху вселенной. Это огромная планета, на самом деле, гораздо больше, чем наши ученые думают. Это бы то. Вот. Но так или иначе, как бы, веды описывают размеры вселенной и говорят, что есть верх вселенной, там скапливается только легкая энергия кармы. Самая хорошая, самая благочестивая карма скапливается вверху вселенной, внизу вселенной, так и, впрочем, как в нашем организме, скапливается вся самая плохая карма. В ведах есть такое знание, которое называется пинда, брахманда, няяя. Пинда – это точка, в санскрите переводится, брахманда означает вселенная, а няяя означает знание. Веды говорят, что все 14 планетных систем представлены в нашем организме сверху донизу. Причем интересно, что когда душа выходит из тела, она выходит через один из психических центров. То есть она сначала, тонкое тело, сворачивается к центру. Это наблюдал несколько раз в своей жизни, когда кто-то рядом со мной оставлял тело. Тонкое тело сворачивается в центр, где находится душа. Она находится в центре этого шарика. То, что мы называем кармой, вот этот шарик, вот он находится здесь. А в его центре, в самом центре этого шарика находится душа. И поэтому она глазами кармы все видит. И в этом заключается замкнутый круг. Нам кажется, что вот такой человек, и мы не можем никак оценить его по-другому. Но глазами старшего можно по-другому посмотреть на человека. И веды говорят, надо на мир смотреть глазами наставника, а не своими глазами. Тогда ты будешь на него смотреть в истинном свете. Потому что наши глаза отравлены вот этой вот штукой, которая как бы переломляет все с позиции наших личных интересов.